На бесконечном листе клетчатой бумаги несколько конечных клеток заболели. Заболели. Все клеточки здоровые, а эти больные. Закрашены? Ну, закрашены, как могли. Через каждый час одновременно происходит следующее. Если клетка вольная, а клетки слева и снизу от нее здоровые, то она выздоравливает. Итак, если у вас была вольная клетка, а клетки слева и снизу от нее здоровые, то в таком случае у вас эта клетка превращается в здоровые. Это понятно? Хорошо. Если клетка здоровая, а клетки снизу и слева больные, то она заболевает. То есть почему-то у нас клетки вот именно эти важны. То, что снизу и то, что лево. Так, в таком случае у нас здесь получается больная. Ну, а есть такой. Так вот. И мы так применяем ко всем клеткам одновременно это правило. Те клетки, которым нельзя применить эти правила, остаются таким, как вы. Докажите, что как бы ни были расположены в начале больных клеток, через некоторое время все клетки станут здоровыми. Оптимистические задачи. На самом деле таких задач можно придумать довольно много. Когда, пусть нет каких-то правил, перетрашивают. И дальше, если вы запускаетесь, видите, что... Может быть, слышали, есть такая игра, там где это шумит. Ой, я слышал. Мне слышал. Отлично. Опять википедии, посмотрите. Очень неслучная правда. И порождает огромное количество странных конфигураций. Ну, на самом деле, в нее лучше играть компьютером. То есть, когда есть компьютерная программа, когда самому сидеть и выращиваться. Слушно. Но! Правило настолько простое. А конфигурация настолько странная. Ребята, кстати, удивительно. Вы хотите посмотреть на большую вещь, что я не могу с вами. Это же первый процесс, который происходит там. Матом, Мореевым. Правильно? Что у нас там происходит? У нас есть клетки, там есть какие-то там кусочки ДНК. Они там по каким-то правилам. А очень несложно. Между собой общаются вещи, допустим. Но какое удивительное разнообразие в жизни. Понимаете, комбинатория приняла в конечном счете и к огромному количеству этих молекул, всевозможных веществ и так далее, и так далее, и так далее. Так что это не удивительно, что даже простые комбинаторные штуки сразу приводят к удивительным. Но с другой стороны, между собой. Все равно не важно. Держаться. Так, давайте решим задачу. А на этот бесконечный листок можно смотреть с любой стороны? Нет. Перед нами лежит листок бумаги. Для определенности, скажем, миллион лет на миллион лет. И он лежит в жестком положении, и мы в одном его бегать не можем. То есть нельзя все время менять понятия, что такое правое, что такое левое. Нет, нет. Уж как положили, так положили. То есть понятие угловая клетка там тоже есть? Конечно, и есть там понятие угловая клетка. Но, понимаете, считайте, что вот где-то в центре нарисованы эти клеточки. И с точки зрения математики просто бесконечные листья бреченой бумаги. На нем есть система координат. То есть на нем все понятно, чтобы левый штраф добрался. А клетки так зараженные клеточки? Нет. Специально сказали. Конечное число зараженных клеточков. А когда, в принципе, улыбок на одну меньше, чем в количестве всех клеточков? Чего? Ну, то есть обоих, как правило. И стартус, как селченец, она не обоих. У вас лист бесконечный. Никогда не рассуждали о бесконечной плоскости? Ну, представьте себе, у одного поэта есть такое стихотворение. Снежная равнина беспредела, по краям все лес и лес и лес. Слышали? Снежная равнина беспредела, по краям все лес и лес. А больные клеточки не могут уже задаваться те, которые снизу и справа. Да. Ну, то есть это хорошая идея. А те, которые снизу и справа... Мне нужно строго сказать, что вы правы. Действительно надо нарисовать какие-то линии, через которые болезнь не пройдет. Если у нас есть вертикальная черта, и слева от этой черты все клетки здоровья, то что это значит? Это значит, что налево болезнь уже не пройдет. Правда? Если есть горизонтальная черта ниже которой нет больных клеток, то вниз болезнь тоже не пройдет. Это значит, что мы можем провести дальние линии вертикально и горизонтально. Ну, далеко-далеко. То есть дойти самую-самую левую из клеток, провести линию. И найти самую нижую из больных клеток, провести линию, пойти ниже. И вот болезнь не спустится вниз, и болезнь не прорвется влево. Это отлично. Вот они, есть эти две прямые. Даже давайте не будем нарисовать. То есть все больные клетки будут внутри такого угла. Отлично. То есть если они были в этом угле, то уже и не выйдут, если делать это угла. Проблема в том, а вдруг они так и будут внутри угла болезнь. Их несколько штук будет. Или они вообще отправятся в этом углу, в какое-то такое бесконечное перешистие. Как вы считаете? Снизу? Снизу. Снизу. Что ж таки? Снизу. И снизу. Так. Это я понимаю. А вопрос, может быть, эти клетки вот туда отправятся с большой толпой, и там будут тех заражать, и болезнь будет распространяться отсюда сюда. Да. А больниц может пройти, чем самая первая зараженная клетка? Почему? Или выше, чем самая первая зараженная клетка? Почему? Почему? Если здесь есть клеточка, то под ней клетка здоровая, а поэтому это никогда не заразится. Слушайте, хороший. Ведь действительно, я сказал, что вот если здесь все были здоровы, то и были здоровы. Если здесь все были здоровы, то и были здоровы. Но ведь точно так же и здесь. Чтобы заразить клетки, надо, чтобы больные были здесь. Отлично. Так, и результат как самая. То есть, на самом деле, мы можем поместить наши клетки в такой прямоугольник. Ну, то есть взять самую низкую, самую верхнюю, самую левую, самую правую, и провести полет. И из этого прямоугольника болезнь не выйдет. Очень хорошо. Дальше. А если сказать, что есть такой угольник? Кто дальше? Если сказать, что есть такой угольник? Да, вот интересно. Что будет, если сказать, что есть такой угольник? Да? А из гнева по нижней уголову появятся сравнения, правильно? Ребята, как не делить? А вот эта клеточка станет здоровой. А потом появится цепная реакция. А после этого не цепная. А в следующий раз в такие. А в следующий раз в такие. Идея порядка? Да. Так или нет, за один день будет происходить очищение. Это будет происходить внутри треугольника. И вот такое очищающее движение будет происходить через треугольник. Как-то концов дойдет по правому верхнему углу. И все, 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 все. Хорошо. Решили эту задачу.